И это действительно на самом деле просто, потому что это по сути сот, который находится в одном шкафу. И здесь тоже нужно понимать, что вот эти периферийные вычисления это не большие какие-то дата-центры. Мы с коллегами из одного айтишного вендора пытались посчитать как-то тут буквально пару недель назад маленький периферийный узел для обработки информации с датчиков на производстве. Там станки, которые контролировались, ну там сотни датчиков. Мы считали, считали, мы насчитали в пике, в прыжке 500 ватт. То есть это маленькие узелки, совершенно небольшие. Да, если мы говорим про видеонаблюдение, ну естественно здесь будет объем данных больше. Если происходит какая-то предварительная аналитика, то мы получим чуть большее количество данных. Но все равно это не дата-центры. Это одна стоечка, полстойки, четверть стойки. Это небольшой узел, который необходимо обеспечить всеми основными показателями, всеми основными элементами критической инфраструктуры, такие же, как мы видим в СОДе. Это электропитание, охлаждение, безопасность, контроль доступа, может быть, видеонаблюдение. И поскольку все эти системы устанавливаются не в СОДе, не в подготовленном помещении, мы еще уделяем внимание окружающей среде, потому что это может быть как на улице, так и в цеху, на складе, где угодно. То есть какая-то защитная оболочка должна быть. И получили решение микро-ЦОД, маленькие дата-центры, маленькую серверную комнату, которая находится в одной стойке. Просто в виде, это может быть в виде единого артикула, в виде какого-то законченного продукта, либо в виде системы, состоящей из нескольких каких-то модулей, которые у нас набираются в единое, большое, комплексное решение. При этом, если мы посмотрим на технологические какие-то применения, как мы и куда мы можем предложить подобные решения, то мы их классифицировали в принципе в три различных отрасли. Это телекоммуникационный ЭДЖ, когда нам нужно управлять передачей информации, передачей данных. Это самый простой пример, естественно, это 5G-трансляция, причем как внутри, как на улице, допустим, так и внутри помещения. Ну то есть индор 5G делать или индор 4G, когда у нас делается промышленный Wi-Fi на предприятиях. Это коммерческий или офисный ЭДЖ. Здесь может быть очень интересная ситуация, начиная от требований по обеспечению безопасности и шифрования, когда заказчику нужно сделать систему таким образом, чтобы никто не смог украсть информацию ни с компьютера, ни так далее. То есть применяются те самые тонкие клиенты, Zero клиенты, а вся ответственная инфраструктура, которая критична и к безопасности, и к качеству электропитания того же самого, она делается в виде отдельной маленькой защищенной стоечки, ставится в какое-то сохранное место. И это может быть, естественно, промышленный ЭДЖ, когда мы настраиваем промышленный интернет вещей, и системы размещаются в совсем непригодных для размещения IT-местах. Это заводы, это улица, это склады, все что угодно. Мы, в принципе, прорабатывали кейс, когда небольшой такой ЭДЖ-узел должен ставиться на кабину грейдера. Потому что грейдер работает в полной темноте, и условно оператор не видит, что происходит. Он грейдер обвешивает датчиками, и все эти датчики, по сути, являются глазами оператора для того, чтобы грейдер работал где-то под землей. И поэтому это тоже интересная штука. Это вроде промышленности, вроде то, где IT вообще никогда не бывает. А по факту это можно сделать с помощью простых решений, которые устанавливаются в небольшой шкафчик и устанавливаются на кабину грейдера. Вот приблизительно вот так они выглядят. То есть это может быть какая-то серьезная вандала защищенная, защищенная конструкция. Это может быть абсолютно красивый, симпатичный серверный шкаф, который устанавливается просто в офисе. Не нужно выделять под это дело какое-то помещение. Стоит небольшая стоечка, она деревянная, она выглядит как обычная тумбочка. У нее сзади стоят вентиляторы, туда поставили оборудование. И если мы говорим заказчику, для чего нужна такая штука, то если мы посмотрим на совокупную стоимость выделения серверной комнаты, выделение, приведение ее в какой-то стандарт, установку туда все равно серверной стойки с оборудованием, или просто серверную стойку, которую можно поставить где угодно. То выгода здесь может оказаться очень серьезная. И предложить это заказчику будет проще уже, нежели делать какую-то там, выбрать на себя отдельные работы по подготовке серверной комнаты и так далее. Просто поставили серверную стойку, в ней развернули те или иные сервера, поставили те или иные сервисы. Все, серверная комната, заказчик готова, заказчик получает свои сервисы. И вы получаете легкое внедрение проекта, по сути. Помимо микроцодов, это могут быть, как я уже говорил, наноцоды. Это системы, где у нас не целая стойка, а половина стойки, четверть стойки, там одна восьмая часть стойки. И здесь это может быть, опять же, как офисного исполнения, так и промышленного исполнения. Вот в конце прошлого года мы как раз сделали, несмотря на то, что шкафчик вот этот беленький, он такой достаточно неказистый с виду, а по факту это IP54, это система, которая выдерживает все, что угодно. Мы на нее накрутили контроль доступа, там стоят сервера, там ставится источник бесперебойного питания маленький. И заказчик устанавливал туда свои контроллеры, там устройство шифрования ему необходимо было. И таких вот шкафов можно раскидать по всей территории заказчика. То есть, несмотря на то, что сам шкафчик маленький и стоит очень недорого, благодаря размеру, соответственно, масштабу трагедии, размеру количества информации, которую нужно снимать у заказчика, проект получается достаточно интересный с точки зрения общего масштаба и общего объема. Поэтому система при своей простоте достаточно выгодная как со стороны заказчиков, так и со стороны партнеров, потому что мы получаем простое готовое решение, которое потом много-много раз имплементируется. С точки зрения источников бесперебойного питания, мы понимаем прекрасно, что это может быть как классическая история, тогда, естественно, все там наши преимущества, которые у нас есть в известных всем источниках бесперебойного питания, EPC, Smart UPSRT и так далее, и так далее, в зависимости от технологий, которые необходимы, мы можем применять. Если это промышленная история, то мы получаем ИБП на Динрейку, источник, который монтируется на Динрейку, как какой-то контроллер и так далее, и так далее. Если мы понимаем, что наши вот эти периферийные узлы должны устанавливаться на чердаках, в местах, где жарко, где холодно или еще что-то, ну то есть в каких-то таких сложных местах, либо нам нужно установить их в такой тьму-таракане, что мы не сможем туда привезти батарейки или вообще, в принципе, инженер не сможет туда приехать. Берем источник с литий-ионными аккумуляторами, он не притязателен к температурным каким-то перепадам, он совершенно спокойно выдерживает двукратный срок службы по сравнению с обычными свинцово-кислотными батарейками, и мы получаем систему, которую не нужно обслуживать в том понимании, в котором мы видели это в классических бэках и смартах. И, естественно, для всего этого дела необходимо обеспечивать централизованный мониторинг. Когда у нас происходит децентрализация вычислений, когда у нас появляется много-много узлов, то все это дело нужно мониторить. И это мониторится очень просто с помощью наших софтовых решений, это IT-эксперт, дат-центр-эксперт, когда мы в любой точке понимаем, что у нас происходит. И если у нас, допустим, пропала связь с каким-то этж-узлом у заказчика, нам не нужно гадать, это пропала связь, это пропал бесперебойник, это затопило, еще что-нибудь. Мы по состоянию тех датчиков, которые у нас есть, и, соответственно, тех датчиков, допустим, даже которые у нас есть у заказчика как конечные датчики, мы можем понять, что конкретно случилось, что происходит и каким образом это дело быстро восстановить. Поэтому замыкает всю эту конструкцию большой централизованный мониторинг, который мы можем сделать на базе нашего облака. Это может быть, мы сейчас разрабатываем систему, которая позволит сделать это на каких-то ваших облаках, допустим. Либо это вообще без применения облаков, просто на централизованную, грубо говоря, на сети сделать. И получается система, которая и показывает текущее состояние, и предсказывает, что нужно будет сделать в будущем, чтобы привести ее в правильное равновесие, и каким образом нужно будет в дальнейшем развивать эту систему с точки зрения эксплуатации. Таким образом, для того, чтобы на сегодняшний день внедрять какие-то цифровые проекты, не нужно изобретать какие-то серьезные инновационные продукты. Есть готовые решения для внедрения любых систем. Мы эти решения стандартизуем, мы обеспечиваем безопасность физическую для размещаемого оборудования, и мы можем их поставить в любое место, там, где возникают данные, для того, чтобы заказчик получал правильную, нужную и своевременную информацию. Это 5-юнитовое устройство, встроенный внутристоечный кондиционер, мощностью где-то 3 кВт. Либо, если это уже, естественно, больше, вдруг мы получаем какую-то систему больше, то это будет внутрирядный кондиционер, который вместе со стойкой объединяется в единое воздушное пространство. Как в защитный, так и в беззащитный корпус, да, можно это сделать. Но обычно, если все-таки говорим про большие стойки, 7 кВт и так далее, но здесь уже обычно заказчик, по моей практике, выделяет какое-то отдельное помещение все-таки под это дело. А маленькие узлы с внутристоечными системами можно ставить где угодно, хоть здесь в коридоре. Особогрение шкафа есть для помещения. Да, тоже есть. И вот буквально, кстати, вчера мы получили ответ от коллег. Они брали один из шнайдеровских шкафчиков, пластиковый. То есть он из полимера сделан, и они внутрь него ставили Wi-Fi модуль и смотрели его радиопрозрачность. Получили очень хорошие результаты. И нам в данном случае даже не нужно какие-то антенки выводить и делать гермоводы. То есть мы можем использовать все это дело с внутристроенными передатчиками внутри шкафа. Засим, мое уступление короткое, наверное, считаю законченным. Спасибо большое вам за внимание. Если остались какие-то вопросы, у нас есть стенд, мы готовы с моими коллегами обсудить. И, в принципе, здесь. И хорошего вам дня. Спасибо.